Минпромторг составил список системообразующих предприятий. Приветствую вас на нашем канале новости мира и России. Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 Т-отраслей. Среди них оказались такие компании, как Автоваз, Объединенная судостроительная корпорация, Вертолеты России, судостроительная корпорация АК БАРС, Трансмашхолдинг, ГАЗ и другие. Перечень вошло 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям. Автомобильная, авиационная, радиоэлектронная, легкая, химическая, электротехническая и кабельная промышленность, станкостроение, нефтегазовое машиностроение, энергетическое, тяжелое, железнодорожное машиностроение, судостроение, лесопромышленный комплекс, промышленность социально значимых товаров, промышленность обычных вооружений и промышленность боеприпасов и спецхимии, сообщает Министерство. При этом перечень может расширяться теми, кто соответствует заданным критериям. Так предприятие может быть градообразующим, оказывать существенное влияние на развитие региона. Кроме того, в список могут войти исполнители гособоронзаказа, главные или первого уровня. Системообразующим могут признать и компанию, занимающуюся разработкой и внедрением технологий и важного программного обеспечения. Есть и другие критерии, полный их перечень приводится в сообщении ведомства. При этом общий список системообразующих предприятий еще далеко не полный. На этой неделе утвердят перечень организаций для фармацевтической медицинской промышленности, металлургии, ряда направлений машиностроения и других отраслей. Пересмотреть список, в который ранее вошло 650 предприятий, предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Свои отраслевые перечни должны предложить Минпромторг, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхоз. Продолжение следует...